всем привет с вами роман раскольников и сегодня мы поиграем в масс эффект первую часть первую игру сегодня я буду играть за слово персонажа проходить снова поиск поискать маяк но буду искать уже играть за злого персонажа за класс что маяк если не ошибаюсь включая стелс системы я гляжу кое-кто тут нехило поработал капитан ваш отряд главная сила операции капитан прорывайтесь прямо к месту раскопок что делать с выжившими помощь выжившим задача второстепенная главная ваша цель это моя понял капитан я послужу альянсу сэр успех миссии зависит от вас шефа удачи заходить на точку 2 по периметру все спокойно капитан так давайте посмотрим какое оружие нам входит так это штурмовая винтовка да так все мы можем пользоваться штурмовой винтовкой также можем снайперской винтовкой пользоваться а кстати а может из того что я разведчик мне снайперской винтовкой не подходит поэтому такой сильный разброс в принципе разведчики у них должна быть снайперской винтовкой дробовик тоже не подходит как оружие а как его для оружия используют если других нет оружия только снайперская винтовка я так понимаю это еще что такое черт побери газовые пузыри не волнуйтесь они безвредные так давайте его взорвем так мы же все таки злые персонажи да поэтому даже мирных эти будем трогать так собственно я уже знаю куда идти нам так долго мы не будем задерживаться а кстати давайте сразу же прокачаемся устрашение так вот собственно отступник нас очки прибавляются у героя вообще ничего нет так я опять чуть не заблудился конечно нам надо было сюда идти что здесь произошло я ничего особенного я ничего особенного так все на вот наши убили вы получили новый уровень да хорошо понятно так что мы можем сделать боевая броня боевая подготовка штурмовая винтовка так давайте свой навык солдат будем прокачивать а кстати мы не штурмовики мы солдаты выстрел пробил его защиту забудь о нем оставьте его нам нужно завершить миссии слушайся так вот как раз мы плохую карму заработали за это если бы мы выбрали средний вариант мы бы по сути ничего не заработали бы наверное то есть нейтрально бы остались так что мы шутка получше будет чем снаперска инфектора так усиление ткань усиленная ткань я разведаю обстановку постараюсь встретиться с вами вместо раскопок так хорошо хорошо так тут у нас никаких а вот улучшения есть уницилин нам потребуется и я опять хотел перезарядиться привычка такая всегда перезаряжаться вот собственно кстати мы в прошлой серии узнали ничего эти штыки нужны на самом деле они превращают их типа синтов или еще что-то похожее на это какую-то синтетическую короче организм так мы собственно все давайте сначала у нас здесь задание мне нужен рапорт немедленно да боже мы патрулировали периметр когда началась эта атака мы попытались послать сигнал бедствия но они отрезали всю связь с тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь с кем вы сражаетесь с кем мы имеем дело думаю это геты гетов не видели за пределами вуали уже почти 200 лет что они здесь делают наверное им был нужен маяк место раскопок закрыто оно затем холмом маяк должен быть там так хорошо неправильно я сделал конечно так сержант эшли уильямс взвод 212 вы здесь главный сэр так у нас здесь задание мне нужен рапорт немедленно да боже мы патрулировали периметр когда началась эта атака мы попытались послать сигнал бедствия но они отрезали всю связь с тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь что с вашим отрядом где все остальные члены отряда мы пытались вернуться к маяку но попали в засаду я не думаю что остальные кажется в живых осталось только я вы бросили их вы оставили своих сослуживцев умирать мы удерживали позицию до последнего гетов было слишком много гетов не видели за пределами вуали уже почти 200 лет что они здесь делают наверное им был нужен маяк место раскопок закрыто оно затем холмом маяк должен быть там оставайся здесь мы с лейтенантом оленко во всем разберемся позвольте мне пойти с вами сэр гетто убили весь мой отряд дайте мне шанс отомстить она знает эту местность капитан к тому же нам не помешает лишний ствол эх хорошо пошли с нами только не забывайте кто тут главный так точно капитан вы отдаете приказы я их выполняю пошли выходим так берем все да блин ну я знаю 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 как это улучшать я уже проходил похоже так пистолет трогать не будем так поэтому пошлите а кстати я же хотел ящик взять в конце этой траншей так скорпион кстати бронебойные патроны это хорошо но химические лучше поэтому давайте на штурмовую винтовку поставим химические патроны на пистолет бронебойные патроны на пистолет на дробовик тоже бронебойные поставим потому что есть так ну а давайте дальше пойдем ну тут небольшое обучение видишь ли так это пистолет он мне нужен так это добавить так я владею всеми видами оружия так химическая модификация так давайте автосохранение пускай будет раскопки проводили здесь тут был и маяк наверное его куда-то перенесли кто наверное может быть мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых мы зря тратим время идем дальше уильямс где находится лагерь он находится на этой горе за уступом так отлично так берем все но вряд ли это нам поможет а и шесть быстро сохранил очень хорошо они все еще живы что геты сделали с ними так давайте сразу гранату просим хаски так это тоже мы возьмем средняя броня кстати а мы можем на шапку среднюю броню нацепить да кстати можем отлично у нас есть среднюю броню и я пять граната так надо убегать так нам сюда надо дурацкая привычка дурацкая привычка да да я знаю сейчас мы это все соберем себе еще может понадобиться может продать получится кому-нибудь так ручную давайте взломаем не так уж и сложно на самом деле давай открывайся дверь а люди хвала создателю опять снова так стоит быстро закройте дверь пока они не вернулись расскажите что случилось как вы оказались в этой постройке мы спрятались здесь когда они напали похоже им нужен был маяк к счастью его здесь уже не было сегодня утром его перевезли в космопорт мы с мануэлем помогали свернуть лагерь когда началась атака пехотинцы сдерживали их чтобы мы смогли спрятаться они отдали свои жизни чтобы спасти нас никто не спасся время людей закончилось скоро здесь останутся только руины и трупы до свидания введите нас в космопорт вам это не остановить никому их не остановить грядет тьма тьма вечности тише мануэль иди приляг тебе станет лучше когда подействуют лекарства так давайте с ними поговорить вы зря теряете время гибель человечества неизбежна у людей нет шансов пора тебе помолчать покойной ночи мануэль тьма двигается конец уже близко вы не можете ой боже мой что вы сделали капитан вам не кажется что это слишком как вы можете ни с того ни с сего бить человека в лицо он это заслужил он бы сделал что-нибудь безумное и опасное это был лишь вопрос времени думаю вы правы к тому моменту когда он придет в себя лекарства уже подействует да вы что-то хотели нам пора выдвигаться удачи капитан спасибо за то что пожелали удачи но я справлюсь без удачи только лишь опыт кстати вот хочу узнать это типа его он его с окраской или он просто сам себя так покрасил типа боевая раскраска или это как вида а у этого вообще через как будто механическая она сам как будто наполовину механической что ты здесь делаешь совет решил что тебе не повредит моя помощь я не ожидал встретить здесь гетов ситуация сложная спокойно у меня все под контролем это вот мы слышим выстрелом он как раз убивает что это это на это корабль посмотрите какой огромный кстати тот самый корабль который мы видели так ну хаски они ближние боя так ну вроде как все так боятся давайте вылечим так собираем все что есть так что у нас тут а кстати я не тот заберу так устрашение давайте устрашение еще покачаем так что нам еще можно так ну давайте солдата прокачаем мы все таки являемся и боевая подготовка пистолеты прокачивать не будем потому что особо таки советами пользоваться не будем так все мы прокачались то есть м мои напарники сами прокачаются так сейчас быстренько взломаем пожалуйста не стреляйте мы выходим мы не вооружены все кончилось а не ушли а стойте на месте никому не двигаться кто вы такие отлично кол говорил я тебе нефиг высовываться все хорошо мы не враги мы просто фермеры мы прятались здесь с тех пор как появился корабль до свидания мне пора идти эй коул мы всего лишь фермеры а они солдаты может быть отдать им все чтоб тебя блэйк учись держать свой гребаный рот на замке не люблю когда мне врут если вы мне что то не договариваете одни ребята в космопорке промышляли контрабанды ничего особенного обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар поэтому вы поезжали сюда ах ты жадный ублюдок ты не жизнь свою спасал ты хотел проверить как там твое барахло нет все совсем не так я просто знал что тут есть кое какие пакеты может быть что то полезное я нашел пистолет и подумал что он может пригодится если эти твари вернутся но вам наверно все это нужнее чем нам так мое терпение на исходе я спрошу еще один раз и подумай как следует прежде чем ответить предмет у тебя точно нет ничего кроме этого паршивого пистолета р о я только что вспомнил завалялась у меня в кармане можете взять это все правда пол с кем ты работал в космопорте как его зовут Он нормальный парень. Не хочу, чтобы у него были проблемы. Я не стукать. А ради него стоит умереть? Ты предпочитаешь быть стукачем? Или трупом? Паул, его зовут Паул. Один вор сдал другого. Я больше ничего не знаю, правда. Давайте обойдемся без тычек, ладно? До свидания. Не пора идти. Удачи. Так, вот, пистолет, кстати, хороший. С этой стороны то, что мне дали всего лишь 4 очка отступника. Хотя, по сути, за то, что я угрожал пистолетом, можно было дать и больше. Так, пистолет, конечно же, мы улучшаем. Так, это мы уже брали. Давайте зайдем. У них тут вроде тоже что-то было. Так, ну, конечно же, мы сломаем это все. Так, давайте вот так вот. Ага. Успел. Средняя броня. Средняя броня. Турианец, кстати, это человек. Ну, к сожалению, я не Турианец. Это, скорее всего, для моих напарников. Может, в будущем пригодится, если у него будет напарник Турианец. Так, давайте посмотрим среднюю броня человека. Она точно такая же, да? Так, ну, выглядит... Мне кажется, выглядит получше. Так, улучшений для брони нет. Ну и отлично. Так, кстати. А, тут мы ничего не сможем сделать. Никуда спасти-то не сможем. Так, ну ладно, давайте пойдем дальше. Капитан, это Найлус. Так, сначала все соберем. Улучшенные патроны, улучшения не патроны. Так, немного поджегся. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Турианец? Вы его знаете? Он спектр. Он был с нами на нору. Что-то движется. Но он за ними ящик. Сразу другой голос. Интонация сразу другая. Радите! Не надо, не стреляйте! Я такой же, как вы! Я человек! Ты трус! Здорово ты спрятался за этими ящиками во время боя. Это нам очень помогло. Огромное спасибо. Я? Да я... Я всего лишь работник дока. У меня и пушки нет. Я Пауэлл. Я видел, что случилось с этим турианцем. Его убил другой турианец. Другой? Ты чём чёрт тебя подери, ты говоришь? Тут было два турианца. Ваш друг и ещё один. Он называл его Сареном. Похоже, они знали друг друга. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Сарен замочил его. Выстрелил ему в спину. Хорошо ещё меня не заметил. И что дальше? Куда делся Сарен после того, как убил Найлса? Он запрыгнул на грузовой поезд и поехал на другую станцию. Наверное, он маяк ищет. Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, всё пошло наперекосяк. Сначала этот корабль-носитель, потом нападение. Они убили всех. Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже кокнули. Коула тебе говорил. Ты был сообщником Коула. Нам известно про контрабанду. Что? Нет. В смысле, теперь-то какая разница? Я контрабандист. И что дальше? Моё начальство погибло. Все погибли. Теперь уже это никого не волнует. Ты прав. У нас есть дела поважнее. Да. Это чертовщина какая-то. Так, разузнать. Корабль? Я не знаю про корабль-носитель, который ты видел. Я никогда не видел ничего похожего. Он был просто огромный. Приземлился около вон той платформы. Когда он спускался, здесь даже стемнело. И еще он издавал такой звук, который сверлит мозг. Он меня и разбудил. А атака началась через несколько минут. Разбудил. Меня от тебя тошнит. Проклятый трос. Значит, ты прятался здесь и ничего не делал, пока гетты убивали всех остальных. У меня даже оружия не было. Что я мог сделать? Выбежать туда и умереть? Я не мог их спасти. И никто не смог бы. Это было ужасно. Пошли. Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турианец. Я... Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть. Так, подождите. Так, в общем-то, я решил немного переиграть. Там я не то выбрал. И, в общем-то, получилось... В общем-то, я прошел за... Ну, заново пришел спротив, потому что я забыл сохраниться. И знаете что? В общем, у меня костюм совершенно другой выпал. А улучшение... Химические патроны вообще не выпало. Ну ладно. Оружие перевозили? У тебя есть оружие, которое поможет справиться с гетами? В общем, вот он на какой-то дурацкий костюм, но он средний. Никто не заметит. Ваши ощущения несколько штук. Ах, ты жадный сукин сын. Мы пытались защитить твою жалкую задницу. А ты нас же и обворовываешь. Да я думать не думал, что вам пригодятся эти гранаты. Кому надо нападать на Иден Прайм? У нас тут фермера одни. Откуда мне было знать? Ты жалоб. Давай сюда гранаты. Быстро! Да забирайте ради бога. Я больше не буду заниматься контрабандой. Клянусь. Это вранье. Гибло слишком много людей. Не смей водить меня за нос. Хорошо. Ладно. Есть тут кое-что еще. Наверное, стоит целое состояние. Экспериментальная технология. Самая новая. Возьмите. Мне это не нужно. Я не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Правда. Мне очень жаль. Пошли. Нам нужно найти маяк. Пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турианец. Я... Я не могу здесь оставаться. Я... Не могу на это смотреть. Да. Так, ну ладно. Давайте сразу сохранимся. А, сохраниться нельзя, да? Что-то сохраниться нельзя. Так, собственно. Так, вот что малая винтовка должна быть. Да, все, что малая винтовка была выбрана. Так. Тебе подкрепиться бы не мешало. Так. Собственно, сейчас испробуем, как это на самом деле должно выглядеть. Ага, он просто должен вырубить. Вот так вот просто. Кстати, улучшение у меня как раз-таки стоит улучшенный потомник плюс 15% по синтетическим программам. Я так понимаю, вот это синтетический. Да ты дурак. Так, давайте лактосохранение. Ничего с этим не поделаешь. У меня член команды помер. Так, ты можешь как-нибудь нормально пожить и не помирать? Так, давайте сразу. А, нет. Так, давайте вот в него пальмем. Так, теперь чуть меня не убили. Но меня чуть не убили. Так, что ты можешь сделать? Вот так, ничего. Так, все. Опять гранаты. А, блин, у меня же гранаты были. Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Так, вот, собственно, тот самый маяк был. Так, бомбы. Бомбы, наверное, их установили гены. Ивакируется. Быстро. Мы должны найти их все и обезвредить. Да-да, хорошо. Так, я точно теперь знаю, что нам надо по этой стороне бежать. Ну, сейчас будет быстрее, потому что мы можем штурмолитовку пробить. Кстати, мы уровень получили, надо сразу прокачаться. Так, что нам нужно? Давайте броню прокачаем. Была подготовка, что она дает? Ну, давайте ее и штурмолу в винтовку. Так, ну, ладно, пока пристрелка, мы можем обезвредить бомбу. Так, это спокойно. Так, подсчитаем, никого нет, да? Так, где-то здесь еще бомбардажа. Так, это точно не бомб был. Дробовик, средняя броня, человек, феникс-3. Вот это хорошо. Вот сейчас мы и переоденемся. Улучшенные патроны, противоперходные патроны. Да, конечно, взять. Так, у нас есть трубовик получше. Конечно, оставляем. Пистолет у нас хуже. Снайперская винтовка хуже. Так, средняя броня, человек, есть другая. Легкая броня, человек. Средняя броня, человек. Ну, собственно, давайте вот в этой броне походим. Это вроде точно такая же броня, как у Уэшли. Кстати, а где они? Вы где? Что вы там делаете? Так, ну ладно, мне некогда, пожалуйста, ждать. Так, у нас перегрев. Так, у нас перегрев. У оружия. Так, давайте нам нужно позабирать улучшения для патронов. Может, мы что-нибудь найдем. Ух ты! Сколько у нас улучшений сразу. Что-то злону Шепарду очень сильно везет. Так, насчет пистолетов. У нас все похоже, но мы, в принципе, можем... Давай, в принципе, тебе улучшим. Пистолет. Так, давай тебе пистолет улучшим. И тебе сразу. Так, трубовик мы можем улучшить. Ну, давай тебе тоже трубовику получше дадим. Ну и все. А, кстати. Что насчет брони? Ну ладно, такую оставим тебе. А у тебя что за броня? А ты только легкую таскаешь. Ну, очень жаль. А, кстати, вот она. В принципе, у нас одинаковые костюмы. У него тоже, значит, феникс. Так, шкаф. Опять надо взламывать. Так, не успел. Так, давайте вот сейчас. Так, мы улучшены... Улучшены улучшения для патронов нашли. Так, что у нас тут есть? Давайте вот этим синтетиком. И все, да? От датчик-гаситель. Конечно, от датчик-гаситель нам нужен. Так, ну на снайперскую винтовку мы поставим, конечно же. Боевой датчик. И... Боевые патроны. К сожалению, на этот раз мне не выпали вообще ни одни химические патроны улучшения. А, кстати, очень хорошее улучшение. Так. Я ж думал, как я прошлый раз туда пробегал. Так, опять... А... Вот тут что-то есть. Улучшение брони. А, кстати, я на броню вообще не поставил ни одно улучшение. А у нас есть улучшение. Давайте сразу второе улучшение поставим, потому что... Оно намного лучше, чем... А, кстати, я же могу вам поставить улучшение. На, а тебе стимулятор. Так, а тебе мы поставим то, что осталось. Ну, собственно, давайте выполнять задание. Ну, собственно, давайте выполнять задание. О, кстати... Тут можно взять что-то. Средняя броня, телохранитель 2, тяжелое броня... Так, а мы можем тяжелую броню надеть? Нет, не можем, к сожалению. Ну, вот тот самый кост... А... Нет. Ладно, будем вот в этом костюме находиться. Ладно, будем вот в этом костюме находиться. Так, кстати, а ты можешь одеть тяжелую броню? Если может, нет? Если тоже не может. Вот у меня есть для турианца, для кварианца... Тяжелую броню. О, то есть среднюю броню. Нормандия, маяк безопасности... Это восхитительно! Действующая протеанская технология! Невероятно! Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. О, кстати... Вас поняли, Нормандия, ждем! А раньше... В прошлый раз... Не так раз... В прошлый раз вроде там мужик тут хотел. Пошираться вроде по-другому было. Это слишком опасно. Костюм розовый. К Herausforder! Правда, на моем kalo hac. Я не знаю, это с рода мужа подходило. Мы установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. А это Нормандия, судно Альянса. Под командованием капитана Андерсена. Им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. Этого человека нужно уничтожить. Спасибо за просмотр, с вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok